Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. Никто не застрахован от денежных проблем и любой добросовестный человек может в одночасье превратиться в должника. Довольно многим людям приходилось хоть раз в жизни заглядывать в офис службы судебных приставов. Вот кто-то просрочил кредит, кому-то закрыли выезд за границу за неуплату алиментов. Что должен знать должник об исполнительном производстве, какие новые возможности взаимодействия с судебными приставами сегодня существуют? Я поговорю с в РИО исполняющими обязанности начальника отдела по работе с обращением граждан и организацией УФССП России по Самарской области, лейтенанта внутренней службы Кристины Андреевны Леньковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина Андреевна, что такое цифровое исполнительное производство? Вот такой достаточно новый, а может быть и нет термин для вас, ну и конечно для наших уважаемых телезрителей, ну особенно если мы сегодня говорим о должниках. Да, всю информацию об исполнительном производстве можно получить в рамках цифрового исполнительного производства, то есть имеется возможность подать различные виды заявлений, жалобы, поданных в порядке подчиненности, ходатайств, то есть через сервис цифровое исполнительное производство, который функционирует на базе единого портала государственных и муниципальных услуг. В личном кабинете стороны исполнительного производства гражданам будет отображаться вся информация, вынесенная в рамках исполнительного производства, то есть это процессуальные документы, их копии, естественно подписанные электронно-цифровой подписью. Также посредством единого портала граждане и представители организации могут обратиться в службу судебных приставов, как я уже говорил, да, с заявлениями, обращениями и также отследить работу судебных приставов исполнителей в рамках конкретного исполнительного производства, то есть смотря кем является там гражданин-зыскателем, либо должником. Данный сервис внедрён с ноября 2020 года и за столь небольшое, непродолжительное количество времени посредством данного сервиса поступило около 80 тысяч уже заявлений, обращений и ходатайств. То есть можно сказать, что он уже стал популярен за такое короткое достаточно время? Да, да, он популярен, многие граждане пользуются, даже получить информацию о ходе исполнительного производства, не выходя из дома, не посещая службу судебных приставов, это очень удобно. И в связи с эпидемиологической обстановкой... Да, можно сказать, что ещё и безопасно. Но это не говорит о том, что если, допустим, гражданину что-то непонятно, а такие проблемы существуют, судебными приставами я имею в виду, должник, если за разъяснением хотя бы он может обратиться лично, либо все поясняющие какие-то моменты тоже можно получить дистанционно? Ну, естественно, разъясняющие моменты можно получить дистанционно, заявители могут подать заявление, какие-либо отводы, предоставить квитанцию об оплате по исполнительному производству, какую-то сообщить дополнительную информацию. Так. Но понятно, что сервисы они популярны, раньше мы могли гражданам предоставить информацию о наличии задолженности, то есть они могли проверить себя через банк данных исполнительных производств. То есть сейчас, согласно данному сервису, можно получить, в принципе, всю информацию о ходе исполнительного производства, то есть информация прозрачная, никаких... Подводных камней нет, и скрытой информации тоже, да? Да, да, да. Но при этом не всегда, да, возможно, разрешить вопрос электронно, понятно, что это очень удобно. Судебные приставы продолжают осуществлять приём, то есть это в приёмные часы вторник-четверг. Но приём у нас осуществляется в порядке электронной записи через официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов, запись на личный приём. Приём осуществляется целый день с 9 до 6, ну и, естественно, с перерывом. Записаться необходимо, то есть, чтобы записаться необходимо, зайти на официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов, сервис запись на личный приём. Необходимо выбрать у ФССП, там, по Самарской области, сотрудника, которому необходимо попасть на приём, дату и время. После этого на электронную почту гражданина придёт уведомление с даты и времени, когда он записан на личный приём. Да, естественно, бывают какие-то технические сбои. Если вдруг не отображается информация с даты и времени, можно выбрать запись на ближайшие даты и время. Также гражданину на электронную почту придёт уведомление о дате и времени. Но также у нас теперь приём проводится не только в приёмные часы, точнее, и не в приёмные часы проводится приём. То есть принимают дежурные сотрудники в отделениях судебных приставов Управления по Самарской области. То есть придя в любое время, можно будет пообщаться с сотрудниками? Да, без записи. У нас неприёмные часы – это понедельник, среда, пятница. В пятницу, то есть рабочий день у нас до 16.45. Вся информация о дежурных сотрудниках размещена в каждом структурном подразделении управления при входе в структурное подразделение. То есть к дежурным сотрудникам можно обратиться по вопросу о наличии исполнительного производства, предоставить какие-либо документы дополнительные, оплатить задолженность. То есть судебный пристав не ведущий, это не ведущий исполнительное производство. То есть можно оставить какие-то документы, дежурный сотрудник передаст данные документы ведущему судебному приставу. Хорошо, спасибо. У нас есть как раз на эту тему видео. Давайте сейчас все вместе к нему обратимся. Суперсервис «Цифровое исполнительное производство» помогает быстро и удобно взыскать или погасить долг. Суд выносит решение, и информация о нем появляется в цифровых профилях обоих участников процесса. Рассмотрим самый простой сценарий. Взыскатель указывает счет, на который хотел бы получить денежные средства. Должник переходит к оплате и переводит деньги взыскателю. Судебный спор исчерпан. Однако представим, что должник уклонился от уплаты. Тогда сервис предлагает взыскать долг принудительно, через банк или приставов. В первом случае суперсервис поможет взыскателю направить требования в банк, в котором у должника есть счет. Банк спишет денежные средства со счета должника и перечислит их на счет взыскателя. Оба участника процесса получат уведомление о погашении долга. Во втором случае сервис поможет взыскателю передать документ на исполнение судебным приставом. При этом должник по-прежнему может погасить необходимую сумму без дополнительных сборов и ограничений на имущество и права. Если же сумма не погашена вовремя, должнику начисляется исполнительский сбор, а также может быть наложено ограничение на право выезда за границу. Сервис сообщит об этом обоим участникам процесса. Должник может обжаловать действие пристава или быстро погасить долг с помощью суперсервиса. В таком случае в течение часа ограничение на выезд за границу будет снято. Деньги поступают на счет взыскателя. Оба участника получают уведомления о снятии ограничений с должника и о прекращении исполнительного производства. Кристина Андреевна, скажите, какие еще новые возможности дает вот как раз этот сервис, о котором мы с вами сейчас говорим, ну и видео, которое мы сейчас посмотрели? Ну, хотелось бы отметить, что Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустила пилотный проект по информированию сторон исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг. То есть на бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового помощника. Может быть, там многие обращали внимание, когда мы заходим на Госуслуги, у нас отображается, выплывает окно робот Макс. То есть при вопросе Максу, то есть он в онлайн-режиме пытается разрешить вашу проблему, помочь. То есть это искусственный интеллект. То есть в дальнейшем это уже будет, наверное, на постоянной основе. Сама пользовалась, очень удобно. Удобно, понятно, самое главное. То есть не нужно там поискорюке вбивать какие-то там слова, сразу задал вопрос, помощник вам ответил на данные. То есть это наведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью как раз цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов. И данная система позволяет качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государственных услуг. То есть это очень удобно. И то есть вопросы разрешаются, многие граждане, то есть готовые, им нравится разрешать вам вопросы онлайн. Не нужно тратить время на посещение. Понятно, что все люди работают, а многих не отпускают. Задал вопрос, то есть вам ответили. Получил моментальный ответ, да? Да. Ну, а вы так увлекательно об этом рассказываете. Я так понимаю, что вот эта цифровизация очень сильно облегчает работу вас, ну и, конечно, ваших коллег судебных приставов. Да, конечно, как уже говорилось, то, что это облегчает работу судебных приставов. Граждане могут разрешить вопросы в онлайн-режиме, либо написать заявление, обращение. Также судебный пристав им разъяснит все в электронном виде, что необходимо сделать. Если необходимо посещение судебных приставов, то есть судебный пристав ему может пригласить его также на прием. Ответ придет в личный кабинет госуслуг. Нагрузка у судебных пристав, естественно, большая. Да, если так же прием осуществляется у нас с начала года. То есть управлением и структурными подразделениями принято около 37 тысяч граждан, то есть за текущий год. Это довольно-таки большое количество. А статистика растет в этом направлении или наоборот уменьшается? Растет, да, конечно. Конечно, хоть мы и вводим цифровое исполнительное производство и количество граждан. Вот это, наверное, как раз ответ на эти вынужденные меры. Поэтому вводятся вот эти все цифровые инновации. Но вот как раз мы с вами заговорили о нагрузке. А какая нагрузка на каждого судебного пристава? Мы сейчас говорим о нашем регионе, о Самарской области. Вот как раз сейчас, Кристина Андреевна. Ну, учитывая у каждого судебного пристава, в исполнении находится около 5,5 тысячи исполнительных производств. И из-за этого мы и направляем граждан пользоваться данными сервисами. Это удобно даже для должников. Можно через личный кабинет госуслуга получить информацию о каких-то мерах принудительного воздействия на должников. Увидите, наложен ли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Ограничен ли должник на выезд за пределы Российской Федерации. То есть это все отображается в личном кабинете. То есть для должников это очень даже удобно. Он может также онлайн оплатить свою задолженность. Денежные средства поступают в отделение судебных приставов. Даже не нужно предоставлять квитанцию. То есть оплачивая через госуслуги, денежные средства поступают на депозитный счет отделения. В течение пяти дней денежные средства судебный пристав видит и снимает все ограничительные меры в рамках исполнительного производства. После чего он оканчивает уже исполнительное производство. И также эти все постановления, как я ранее говорила, будут отображаться в личном кабинете. А вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Как раз что делать, если, допустим, должник увидел на портале свой долг, сразу его оплатил, но исполнительное производство все же уже возбудили. И, к примеру, гражданину нужно через пару-тройку дней ехать в отпуск за границу. Вот как разрешится такая ситуация, если она возникнет? Ну, смотрите, если уже появилась информация на госуслугах об исполнительном производстве, оно уже возбуждено. Да, возможно, то, что должник ранее уже оплатил задолженность, но судебному приставу предоставили исполнительный документ, на основании которого необходимо было возбудить производство, и он, в принципе, не знает и не может знать, что уже задолженность погашена. В таком случае необходимо либо написать заявление, как я говорила, через цифровое исполнительное производство, либо обратиться к дежурному сотруднику выделения судебных приставов, в котором находится исполнительное производство. Ну, а также очень удобный способ, это у нас тоже нововведение в текущем году, на базе управления создана группа телефонного обслуживания. То есть любой гражданин по любому вопросу, связанному со службой судебных приставов, может обратиться по номеру телефона 263-65-65, где его вопрос будет, можно сказать, в ускоренном порядке разрешен, тем более, если это касается оплаты задолженности, то есть необходимо будет предоставить либо квитанцию об оплате сотруднику, а уже сотрудник управления будет данные документы направлять судебному приставу. А вообще, как скоро судебные приставы прекращают как раз вот это исполнительное производство, если человек уже долг оплатил? Ну, по моему мнению, лучше, конечно же, обратиться к судебному приставу. Обратиться и написать заявление, да? Обратиться, если вы, например, уезжаете на следующий день, через три дня, например, у вас выезд на отдых уже, а у вас задолженность оплачена, ну, рекомендую с квитанцией об оплате идти к судебному приставу, ведущему исполнительное производство, передавать документы, и при вас судебный пристав уже окончит исполнительное производство и отменит все меры принудительного воздействия. И вы со спокойной душой, да, гражданин может ехать отдыхать, не портить настроение. Ну, и, конечно, не волноваться, что если вдруг что-то в самый ответственный момент пойдет не так, а если все-таки что-то пошло не так, и бывает такое, что граждан, семьи, особенно обидно, когда это происходит, целой семьей с детьми, уже на границе, в аэропорту говорят, ну, нет, простите, у вас вот тут долг, а гражданин оплатил, то есть на месте уже никак эту проблему не решить, стоит позаботиться заранее, вот о чем вы сейчас говорили. Заранее, потому что тут вины и судебного пристава нет, то есть судебный пристав не мог знать, что задолженность была погашена ранее, то есть никакой-либо информации, да, от взыскателя о погашении задолженности судебному приставу не поступило. То есть должники сами, да, наверное, понимают то, что в отношении них имеется, да, и ведется там судебное разбирательство, и то, что будет исполнительный документ о принудительном взыскании денежных средств. То есть, естественно, должники должны сами об этом беспокоиться, но и удобно, повторюсь, про сервис, то есть вся информация абсолютно, кто зарегистрирован на портале госуслуг, отображается, отображается. Удобства для граждан мы сейчас рассмотрели, но наверняка и такие удобства предусмотрены еще и для организаций, если да, расскажите, пожалуйста. Да, конечно, не обделили мы юридических лиц, запущен новый сервис делегирования полномочий, то есть данная платформа позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности своим сотрудникам на подачу заявлений о предоставлении госуслуг в службу судебных приставов. То есть сотрудник, которым делегирована полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать различные виды, как я раньше, да, говорила, заявлений, жалоб, обращений, отводов, также написать заявление о наличии либо о ходе исполнительного производства, то есть руководитель организации должен сойти в свой личный кабинет, выбрать вкладку делегирования полномочий в разделе доверенности и доступа, выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия, которые сотрудник будет получать, да, в рамках взаимодействия со службой судебных приставов. Но хотелось бы обратить внимание на то, что данную доверенность руководителю обязательно нужно будет подписать усиленной квалифицированной подписью. Ну или заверить у нотариуса, да? Нет, 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 мы вообще уходим, это все электронно, да, то есть это через личный кабинет организации, то есть у каждого юридического лица сейчас имеется, да, личный кабинет. Он выбирает, как я вам сказала, делегирование полномочий сервис и подписывает эту доверенность, то есть ему необходимо выбрать сотрудника из списка, да, как он делегировал, подписать ее и выбрать вид полномочий, который предоставляется данному сотруднику. То есть удобство в том, что не нужно оформлять на бумажном носителе данную доверенность. Да, конечно же, естественно, ранее данные заявления от представителей, да, юридических лиц поступали, но у данных представителей не было возможности предоставить доверенность, прикрепить скан доверенности. Была возможность лишь сообщить сведения о доверенности, то есть писать ее реквизиты. И после того, как поступает заявление в отделение судебных приставов, судебный пристав должен это заявление, реквизиты сравнить с доверенностью, которая находится в материалах исполнительного производства. Ну, понимаем, да, что это очень долго поднять исполнительное производство, проверить. Если, конечно, судебный пристав уже знает по фамильной своих представителей, которые обращаются. А вы сказали около пяти с половиной тысяч, тут, конечно, всех не помню. Да, большое количество, а сейчас это очень удобно, то есть электронную доверенность может подписать уже руководитель. Также это, можно так и сказать, уменьшает риск мошенничества, потому что многие представители, которые ранее, например, работали в какой-либо организации, но уволились, продолжают писать с каким-то, может быть, умыслом заявление о получении информации. А тут уже руководитель сам принимает решение, срок выбирает доверенности и какие полномочия он может получать. И делегировать. Хорошо, но все-таки как быть тем, кто привык все-таки еще к личному общению? Ну, как я говорила ранее, то, что граждане могут записаться посредством электронного сервиса, запись на личный прием. Ну, и также прийти к неприемной часы, это понедельник, среда, пятница, к дежурным сотрудникам. То есть, также вся информация ему будет предоставлена. Если какой-то прям срочный критичный вопрос, то, я думаю, всегда можно обратиться к начальнику структурного подразделения, который не откажет в помощи гражданам. Кристина Андреевна, какие меры принудительного взыскания применяются к должникам все-таки в случае несвоевременной оплаты за должности? И такие случаи, я уверена, имеют место быть. Так вот, как вы боретесь с такими, ну, можно сказать, если злостными должниками или плательщиками? Ну, конечно же, да, у нас есть излостные должники, которые прекрасно знают, да, то, что в отношении них уже возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы принимают меры принудительного воздействия, то есть, они обращают взыскание на денежные средства должников, также на имущество должников, то есть, могут наложить арест на транспортное средство, на имущество должников, списать также денежные средства, да, с расчетного счета, обратить взыскание на зарплату должника, конечно же. То есть, уже лично в организацию, да? Да, 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 где будет. Если, допустим, скрывает свои средства и нет денежных средств на карте, или там быстро как-то их переводит и снимает. Ну, конечно, да, есть такие должники, которые всячески, да, скрываются от выплаты задолженности, но судебные приставы, то есть, направляют запрос, они видят, какие открыты расчетные счета, где работают, где трудоустроят. То есть, информация от судебных приставов не скроется. Не скроется, да. Как узнать, что гражданин является невыездным? Ну, как так, так же я ранее говорила, посредством сервиса цифровое исполнительное производство, то есть, это прям такой... А какой суммы долга, вот если так говорить? Свыше 10 тысяч. Свыше 10 тысяч? Свыше 10 тысяч, то уже запрет на... Прошу прощения. Да, да. За границу, да, 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 это за границу. Это за границу. За границу. То есть, должники в своем личном кабинете, если они зарегистрированы на портале госуслуг, у них вся эта информация будет отображаться. То есть, все действия, вынесенные в рамках исполнительного производства в отношении должников, они будут отображаться. Все он абсолютно видит. Вид запросы, которые судебный пристав направил, какое обращено взыскание на счета, на работу направлено постановление, то есть, эта вся информация будет отображаться в личном кабинете. То есть, когда должники, да, зачастую бывают и звонят, нам говорят, ой, а я не знал, что в отношении меня имеется долг. Проверяешь, да, смотришь то, что на госпорт... Есть личный кабинет, да, и вся информация. Да, есть, он получал при этом постановление о возбуждении. Также постановление о возбуждении при регистрации на портале госуслуг они ставят, подтверждают, и в личный кабинет у них поступает постановление о возбуждении. Ну, говорю, есть часть таких должников, которые лукавят, говорят, мы не знали, жалуются на судебных приставов, потому что, что скрывать, жалобы поступают не только отзыскатели, но и должников, что их обидели, обделили, забрали имущество, но при этом, зная задолженность, они ее не погашают. — Скажите мне, пожалуйста, о каких долгах мы говорим? О долгах вообще это и по налогам, и транспортные налоги, и за коммунальные услуги, то есть полностью весь перечень долгов, он отображается в личном кабинете, и от 10 тысяч рублей судебные приставы уже возбуждают исполнительное производство. Правильно ли я вас понимаю? — Нет, исполнительное производство возбуждают на любую сумму. Конечно же, штраф 500 рублей возбужден исполнительное производство. Также в рамках даже 500 рублей на судебном приставе могут быть применены меры принудительного воздействия. — Это, например, запрет на регистрационные действия. Многие должники путают. Как так? Сумма задолженности 500 рублей, а вы мне здесь арест на машину наложили. Мы ее не будем реализовывать. Мы положили в целях того, чтобы вы ее не продали, чтобы вы оплатили эту задолженность. Никто там реализовывать, естественно, машину за 500 рублей не будет. Это мера принудительного воздействия для того, чтобы наложник оплатил эту задолженность. Так эти штрафы могут у нас так копиться и копиться. Правильно? То есть некоторые не понимают, возможно, что сейчас мою машину заберут. Некоторые действительно не получили, например, уведомления о штрафе. У многих есть там приложение. Поступают. Вот вам поступил штраф. То есть до возбуждения исполнительного производства передачи в службу судебных приставов оплачивают. Ну, а некоторые, возможно, какие-то технические сбои, естественно, у нас бывают. И сразу поступают в службу судебных приставов. Бывают должники, которые сразу переживают, бегут. Ой, вот тут мне налог пришел, штраф ГИБДД пришел. Сразу оплачивают его, чтобы уже расквитаться судебными приставами, чтобы не было никаких арестов, никаких сюрпризов. Скажите, пожалуйста, как осуществляются процедуры электронного списания денежных средств со счета должника? И здесь нужно также понимать, что вы, судебные приставы, имеете на это полное право и полное полномочия. Ну, конечно же, да. Если должник добровольный срок не оплатил судебную задолженность, приставы направляют запросы в кредитные организации, в регистрирующие органы. При получении положительных ответов из банков пристав видит, в каким денежным счетам проходят денежные средства, где открыты расчетные счета, в каких банках, и обращает взыскание на данные денежные средства. Естественно. После этого денежные средства будут списаны, если они имеются, с расчетного счета должников, и уже поступают на депозитный счет отдела. После того, как денежные средства поступили на депозитный счет уже отделения судебных приставов, приставы отменяют все вынесенные в рамках исполнительного производства меры принудительного характера. И после того, как денежные средства будут перечислены взыскателю, исполнительное производство будет окончено. Скажите, списываются ли средства и это правило или исключение из правил в полном объеме или все-таки частично? Ну, вот, к примеру, пришла зарплата, ну, будем говорить, там, в 20 тысяч рублей долг, там, 19 тысяч рублей спишется полностью долг, либо все это как-то варьируется частями и как правомерно это осуществляется? То есть, смотря какое постановление, да, вынес судебный пристав исполнитель. Так, мы изыскиваем 50%, а с алиментов, ну, 70%, кто уже не оплачивает алиментные платежи. То есть, если сумма задолженности, естественно, у вас там 500 рублей, 1000 рублей, она у вас списывается и все на этом. То есть, ну, например, если пристав накладывает обращение взыскания на определенную сумму, к примеру, поступила зарплата должнику, там, 30 тысяч рублей, да, может быть списана данная сумма задолженности. Если долг, например, 400 тысяч, то при этом мы же не можем списать, правильно, всю зарплату, если это единственный доход должнику, вот как раз-таки нужно будет либо подать заявление, взять справку с работы, то, что это его официальный, да, доход и единственный доход. Подоставить справку, после чего судебный пристав вынесет уже постановление об обращении взыскания на 50% заработной платы должника. Ну что же, спасибо вам большое, я благодарю за ваши квалифицированные ответы, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, ну, а вывод нашей программы только один, не копите, пожалуйста, долги, ну, и не будьте должником. Ну, а если вдруг такая ситуация случилась, можно прийти обратиться в службу судебных приставов, написать заявление, ну, и приставы в индивидуальных случаях, конечно, всегда пойдут навстречу, верно? Спасибо огромное, спасибо, всего хорошего, будьте здоровы, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!